Эти ребята помогали перезимовать птицам. Вместе со взрослыми они делали кормушки, устанавливали там, где живут пернатые, отправляли отчеты сотрудникам заповедника Утриш. Первое место занял первоклассник Прохор Якушкин. Он уверен, что помогать птицам необходимо. Если мы их подкормим, то они будут нам приносить пользу, будут есть из огородов, гусениц и всяких других животных. О конкурсе Анастасия Якушкина узнала от сына и от классного руководителя. Такие мероприятия в семье считают полезными, потому что они прививают любовь к дикой природе. Для нас это очень важно, для того, чтобы была чистая планета, чтобы можно было с детьми гулять. Мы недалеко живем от Утриша, нам очень приятно ездить, когда чисто. В холле работы студентов и школьников – это не просто картины, каждая – агитационный плакат. Вот тут горы мусора, которые оставили после своего отдыха люди, и животные, которые уходят со своих мест обитания. Олеся Ефимова старалась наглядно донести простую мысль – нельзя мусорить на природе. Это графика с акварелью. Когда училась в школе, девушка помогала раненым птицам и убирала мусор в плавне ханапки. Сейчас она учится на преподавателя изобразительного искусства, но на конкурс «Мотивы Утриша» подала заявку скорее как любитель природы. Я тоже отдыхаю на Утрише, я здесь живу, и для меня это очень важно. И поэтому, как если не так, если я могу показывать это искусством, то почему бы нет, не показать людям то, что нужно убирать за собой мусор и содержать природу в чистоте. Олеся заняла третье место. Всего в конкурсе приняли участие 138 студентов и школьников из Анапы и Новороссийска. Здесь призывают не ловить черепах ради забавы, а енот просит всех и за всех, чтобы животных не обижали. Какие у нас умные и отдаленные дети. Мы с вами, как взрослые, видим природу своими глазами, дети видят ее своими глазами, и даже их глаза иногда будут интереснее наших. Также студенты и школьники представили научные работы на экологическую тематику. В жюри отметили их высокий уровень. В заповеднике уверены, что у дела защиты живой природы есть будущее. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.